Без конференции о предстоящей Европейской неделе мобильности в Харькове, которая пройдет 16-го по 22-го сентября. Что в рамках ее будет происходить? Александр Андреев, наручная, корзинатор по организации пешеходной улицы, Виктория Смагина, организатор, дела дня, представитель Харьковской... Харьковского велосипедного союза. Все поменялись местами. С кого начнем? Кто в целом как бы расскажет о мероприятии? И какие вкусности и интересности каждого из запланированных дней? Ну, наверное, логично, если Саша начнет о городской программе в рамках... Наверное, давайте сначала поговорим о том, что это вообще такое, а потом начнем о городской программе в Харькове. Неделе устающей мобильности, Европейская неделе устающей мобильности проводится уже, наверное, ближе к десятку лет в европейских странах. Эта неделя пропагандирует использование устойчивых видов транспорта, использование смешения разных видов транспорта для устойчивых развития городов. То есть мы стремимся к тому, чтобы мы использовали наши виды транспорта удобно, логично, да, и не ездили сами в машине, не ставили машину посреди города, когда она нам не нужна. Ну, и... То есть все для того, чтобы уменьшить количество транспорта в городе. В городе... Город Харьков впервые принимают участие в этой неделе устойчивой мобильности. У нас была такая инициатива наших организаций, мы пришли в Горсовет, порекомендовали в нашем Горсовете принять участие в этой неделе, объяснили, почему, для чего это надо, и нас поддержали. Вот наш Горсовет от мэра подали заявку в комитет, в генералитет европейского устойчивого мобильности в Европе. И сейчас вот мы принимаем участие, и в город Харьков сейчас имеют не такую большую программу, как уже город Львов, но она у нас достаточно насыщенная и интересная. Программа, да? Программа? Да, программа, да. У нас будет в течение недели проходить следующие события. 16-го числа мы проводим круглых стол, куда приглашаем общественных активистов, политических, политических лидеров. К нам приезжает представитель комитета европейского устойчивого мобильности из Дрездена. Он будет рассказывать о том, как развивается устойчивый транспорт в Европе, что такое устойчивая мобильность. И мы будем раздавать, так сказать, кандидатам в депутаты, будем раздавать предложения о улучшении в городе Харькове, о стратегии, возможности стратегии развития транспорта в городе Харькове. Потом у нас 17-го числа пройдет все украинская акция «Велосипедом на работу». Эта акция проводится у нас в третий раз. Такая акция самая большая проходила в Киеве, на нее приезжал даже мэр города. Она собирала 1200 человек. Это собираются велосипедисты, показывают, что они ездят на работу на велосипеде, стимулируют людей тоже брать велосипед и ехать на работу, пробовать это делать. И это важный шаг для того, чтобы показать то, что нам нужна велоинфраструктура для города. Потом у нас будет проходить, 20-го числа у нас будут проходить два мероприятия. Это «Велодень», про который расскажет Вика, и организация первой пешеходной улицы в Харькове. Организация пешеходной улицы – это тоже одна из идей устойчивой мобильности, организация пространства для пешехода. Зеленого пространства, удобного пространства, пространства не припаркованных автомобилей, а пешеходам. И 22-го числа будет проходить день без авто. Это всемирный день без авто, когда люди во всем мире стараются в этот день не использовать автомобиль, стараются попробовать, те, кто ездит каждый день, попробовать отказаться от автомобиля и пойти пешком, поехать на общественном транспорте, на велосипеде, и тоже не в принципе. Ну, вкратце так. Подробнее о том, за которое Вы отвечаете? Ну, как Саша уже сказала, Европейская неделя мобильности – это, в принципе, такой праздник рационального развития транспорта. И она призывает людей задуматься над диапазоном достаточно широким и выбором того транспорта, который они могут использовать. И мы, как велоактивисты, в частности, пропагандируем передвижение на велосипеде. И как все остальные наши веломероприятия, и то мероприятие, которое будет проходить в рамках Европейской недели мобильности, это такой призыв наших горожан использовать велосипед на полную. И как транспорт, и как временно физические упражнения, и просто удовольствие. Вот мы будем проводить осенний велодень, который пройдет 20 сентября, сбор в 11.30 на Белгородском шоссе возле памятника велосипедиста. Это уже традиционно для Харькова. Второй раз осенний велодень проводится, и старт именно на этом месте. В 12 часов мы будем стартовать колонной. Я надеюсь, что колонна будет не менее 2000 человек, потому что прошлый первый осенний велодень собрал именно такое количество. Мы будем передвигаться до площади Конституции по неперекрытым улицам в сопровождении ГАИ. Темп колонны парадный, поэтому мы призываем всех вести себя прилично и соблюдать по возможности правила поведения в колонне. Да, хочу добавить, что добраться до памятника велосипедиста можно вместе с компаниями, которые собираются по районам города, и велоактивисты на Харьков-туристе, нашим информационным партнёре, создают темы, где можно почитать, где это место, во сколько собираются, и чтобы не ехать одному по городу, можно доехать в колонне с единомышленниками. Наверное, мы будем где-то часа пол перемещаться по этому маршруту, 12.30-12.45, мы финишируем на переулке Родянском. Это проезжаем мимо горосполком и заворачиваем на квитку основьянка. Там будет финиш, где, собственно говоря, нас уже будет встречать пешеходная улица. Все вкусности от нас, организаторов Европейской недели мобильности, горожане могут видеть там. На эту пешеходную улицу можно попасть не на велосипеде, туда может прийти любой человек и, в общем-то, увидеть весь спектр того, что мы можем предложить. Ну что, давайте вопрос. Пешеходная улица, еще можете по которому мне объяснить, что это такое? Во всем мире существует тренд того, чтобы создавались пешеходные улицы, места, где пешеходы чувствуют себя свободно. В городе Харькове пока нам не удается уговорить нашу администрацию создать такую улицу и объяснить значимость. И все прецеденты, которые пока были, они не насыщали жизнью эти улицы. И наша администрация не понимала, зачем это нам. И наша цель как активистов сейчас насытить жизнью и показать, насколько это городу нужно, насколько это необходимо иметь такие пространства в городе. Она будет, на мой взгляд, будет достаточно сильно насыщена. Это одна из тех улиц, про которую говорят, наверное, практически все архитекторы, все активисты, о том, что именно эта улица в первую очередь должна Харьков стать пешеходной. Улица Квитки-Основьяненко. Потому что она, во-первых, никак не изменяет транспортную ситуацию в городе Харькове. Во-вторых, она исторически очень важная, очень важное место занимает в городе. Она имеет один из самых больших туристических потенциалов. На ней находится очень большое количество кафе уже, которые могут распространиться, занять тротуары. И иметь большую привлекательность до этого места. И наша задача сейчас показать, как это может работать, насколько это удобно, классно, и насколько для людей это имеет большое значение. Там на улице что будет? На улице, мы договариваемся с кафе, чтобы они от себя сделали какие-то небольшие программы, но это абсолютно в свободном режиме. У нас будет уличный театр, у нас будет уличное кино, у нас будет музыка, у нас будут танцы, у нас будут детские игры, детская зона будет где-то. У нас будет представлять, будет книжная небольшая такая зона, у нас будет бесплатный прокат велосипедов. У нас... Я, кстати, прошу прощения, я хочу добавить, что если кто-то захочет использоваться бесплатным прокатом велосипедов, попробовать круизеры, городские велосипеды, то обязательно наличие документа, если это возможно гражданам сообщить, чтобы они такую возможность имели. Да, в общем, будет программа достаточно большая, мы, в принципе, уже сейчас начинаем размещать более подробно, когда у нас какое время, что будет проходить, да, то есть, ну, естественно, кино будет вечером, потому что будет темнеть, и будут уличные поэты, будут небольшие лекции, то есть, ну, программа будет достаточно интересной, и мы надеемся, что наши жители Харькова, да, придут, попробуют, что это такое, попробуют прожить один день на улице без автомобиля и, ну, сказать свое мнение, поэтому... А улицу перекроют? Улицу перекрывают, да. Ну, так как... То есть, она от начала до окончания будет заполнена какими-то событиями? Да, 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 она будет перекрыта, это вот, ну, было одно из первых обращений, да, в программе «Дборсовет», когда мы обращались по поводу проведения этой недели устойчивой мобильности, да, это от перекрытия улицу критко смену. Я хочу спросить, нужна ли какая-то особая одежда, вот, которая будет отличать участников этой недели? Может быть, у вас есть какие-то отрегивания? Дрескору, в общем. Ну, дело в том, что велосипедисты, они уже априори будут отличаться в своей одежде, потому что они будут на велосипеде, они будут либо в спортивной, либо в удобной одежде для передвижения на велосипеде. А все остальные пешеходы, они живут обычной своей жизнью, они просто приходят посмотреть, как это может быть, как это могло бы быть вообще. Я хочу, кстати, сказать, для того, чтобы знать программу «Европейской недели мобильности», чтобы не искать где-то это в сетях, можно завтра прийти на площадь свободы, с часу дня мы будем на спортивной ярмарке, как участники этой велоблога будет в спортивной ярмарке, и может получить вот такой вот буклетик, где есть написана программа, и у человека будет такая шпаргалка, и он будет знать, куда ему в какой день прийти. Я все-таки думала, что может какая-то розочка в руках. В общем, с хорошим настроением вам надо приходить. Да, но на самом деле, если человек в эту неделю будет максимально использовать устойчивые виды транспорта, такие, как трамвай, такие, как велосипед, ходить пешком, это уже большой шаг, и он будет выгодно, отличаться от всех остальных, хорошим настроением. Большой шаг вперед, да, для поддержания устойчивой мобильности. Я единственный последний вопрос задам, если по поводу адаптации Калькова под велосипедистов, то есть велодорожки и вот те перспективы, которые вы поддерживаете, продвигаете, что будет дальше? Да, мы, наверное, не сказали. 16-го числа, во время круглого стола, мы пригласили представителя горсвета, который будет открывать неделю устойчивой мобильности, будет так от велосипедистов, готовы вручить ему разработанную концепцию развития велосипедной инфраструктуры для дальнейших обсуждений, работать с ним в горсовете для дальнейшего ее принятия, потому что пока мы ее не примем, у нас ничего развиваться не будет. И я надеюсь, что нас городская администрация поддержит, и будем как-то в этом... И в будущем. Да, будем работать. Спасибо большое за улучшение экологии в нашем городе. Спасибо.